Велосипедисты Борис Шухов И Валерий Ерды Те, кто протарил дорогу волжанам На Олимпийский пьедестал В составе квартета гонщиков Командной гонки на 100 километров Они дебютировали в далеком 1972 году В Олимпийском Мюнхене И завоевали золотые медали Вместе с Геннадием Комнатовым Из Омска И Василием Лихачевым Из Нижнего Новгорода К сожалению, не сохранились кадры кинохроники Чтобы показать вам гонку Как встречали дома Первых олимпийских чемпионов Самары В истории остались Только эти фотографии На следующей Олимпиаде 76 В Монреале Самарских спортсменов Представлял один Александр Аверин Но он неудачно выступил В групповой шоссейной гонке И финишировал только 14-м В общем-то у нас команда была сильнейшая Но так как из-за отношений Все-таки Москва Она есть Москва Самара есть Самара И поэтому нашего главного тренера Петрова С Капитоном Ну, в общем-то получилось Сильнейшая команда Взяли только одного Аверина Ему сложно было отработать Следующую Олимпиаду Олимпиада 80 в Москве Вновь принесла успех Самарским олимпийцам Вы, конечно же, помните Какую блестящую победу Одержал в групповой шоссейной гонке В Крылатском Воспитанник Самарского велоцентра Сергей Сухорученков Звезда советского велоспорта 80-х годов Это он спустя 20 лет Стал сильнейшим Из советских гонщиков В этом виде программы Вторую золотую олимпийскую медаль Принес Самаре Одноклубник Сухорученкова По армейской велокоманде Анатолий Яркин В командной гонке на 100 километров Это был настоящий триумф Самарского велоспорта К сожалению, не поддержали Велосипедистов Самарские легкоатлеты Геннадий Белков И Владимир Малоземлин В прыжках в высоту Белков со скромным результатом 2 метра 21 сантиметр Занял десятое место Таким же в итоговых протоколах В беге на 800 метров Оказался и тольятинец Владимир Малоземлин Но Самара все же сделала шаг вперед Она делегировала на игры Четырех олимпийцев 1984 год Стал черным в истории олимпизма Страны соцлагеря Байкотировали олимпиаду в Лос-Анджелесе И только через четыре долгих года В олимпийском Сеуле Мы вновь в составе сборной СССР Увидели посланцев Самары Уже трое велосипедистов Асяд Саитов, Марат Ганеев и Алла Яковлева Боролись за олимпийские награды На шоссе и треке А в олимпийском бассейне Мы увидели сразу четверых воспитанников Армейского центра из Самары Геннадия Пригоду Михаила Зубкова Светлану Кузьмину И Инну Абрамову Мастер спортивной ходьбы из Утевки Алексей Першин Выступал в ходьбе на 20 километров Среди яхтсменов в классе Торнадо Мы увидели Юрия Коновалова из Тольятти Среди фехтовальщиц Татьяна Садовскую В соревнованиях байдарочников Болели за Галину Савенко 11 олимпийцев представляли Самару В Сеуле 88 Но не все выступили успешно И только Марат Ганеев на треке Завоевал бронзовую награду в групповой гонке Серебряная и две бронзовые награды На счету Геннадия Пригоды в плавании Самый большой успех ждал самарских олимпийцев В 1992 году в Олимпийской Барселоне Семь самарских спортсменов вернулись из столицы Юбилейных 25-х игр летней Олимпиады с наградами А всего в олимпийских стартах приняли участие 13 атлетов Также своего рода рекорд Наибольшее количество наград Девять внесли в копилку сборной СНГ Пловцы армейского плавательного центра Десятую бронзовую медаль Завоевала фехтовальщица Татьяна Садовская Ну а один из героев Олимпиады Стал, несомненно, воспитанник самарского тренера Геннадия Турецкого Александр Попов На его счету две золотые и две серебряные награды Еще две золотые медали На счету Владимира Пышненко и Вениамина Таиновича в эстафете Кто поедет на Олимпиаду 96 в Атланту? На сегодняшний день список олимпийцев из Самары превышает 30 человек Наибольшее представительство атлетов в традиционно ведущем виде спорта – плавание 10 олимпийцев И хотя за 4 года после Барселоны сменилось не только поколение спортсменов, но и тренеров Мы все же рассчитываем на медали Во многом благодаря молодому талантливому тренеру Андрею Зеленяеву Который принял эстафету от своего коллеги Геннадия Турецкого Ныне работающего со сборной Австралии Ну вот 4 года назад молодой тренер, тогда подающий еще надежды, олимпийские надежды Андрей Зеленяев вместо своей юной воспитанницы Нины Живаневской Приехал на первую в своей биографии Олимпиаду в Барселону Это было все-таки, там ты прошел олимпийскую азбуку, олимпийские азы подготовки классных спортсменов к Олимпиаде Или ты уже приехал туда с формировавшимся тренером? Да нет, конечно, у меня до этого лучшее достижение от Живаневской было 5 золотых медалей на чемпионате среди юношей в европейском чемпионате А там, в общем-то, я много, конечно, понял, много посмотрел И, ну, хотя бы научился без документов жить в олимпийской деревне Могу посоветовать многим тренерам, как это делается А, в принципе, конечно, тогда мы еще не доросли до Олимпиады по-настоящему Сейчас это немножко другое Плюс тогда это была одна спортсменка Сейчас у нас уже 10 спортсменов И, ну, в общем-то, ну, до Олимпиады нужно доросли до олимпийского уровня Чтобы приезжать туда не в роли играющего в спорт лото, получится, не получится А в роли, действительно, человека, которого боятся, человека, которого он имеет в виду, естественно, основные То есть, в общем-то, это, наверное, такие люди, как Живаневская Мещерякова, ну, являются основными в этом плане Ну, а как ты считаешь, вот насколько ты удовлетворен сам, как тренер, условиями, подготовкой спортсменов вот сейчас к Атланте? Что удалось, может быть, не сделать? Или что хотелось бы сделать в оставшееся время? Сложно говорить Дело в том, что сейчас все зависит от спортсменов Поскольку год прошел достаточно нормально Я имею в виду по подготовке Я не беру там старты, которые, в общем-то, были удачные Но сейчас, как сказать, все, что от нас осталось, это сделать Все, что нам нужно, это сделать Последний кусок, примерно такой рабочий, до 8 июля 12-го мы вылетаем в Атланту Там 8 дней до старта 20-го, первый день, июля Вот, самый ударный день у нас 3-й, 22-го июля Потом пойдет уже каждый день Так что, пока работаем Ну, вот Андрей Зеленяев Самый молодой в истории российского плавания тренер Если взять, кто работал, скажем так, со сборной бригадой Женского плавания, да и мужского, наверное, тоже Обычно все были специалисты более старшего возраста Что бы сам ты себе пожелал вот сейчас вот на Олимпиаде? На Олимпиаде? Да ничего особенного Я думаю, что если сейчас мы Так оно, в общем-то, идет Если мы сделаем все правильно Не будем шарахаться из стороны в сторону Мне нужно на Олимпиаде просто быть Абсолютно иметь, как говорят, морду кирпичом Не дергаться, не раздражать спортсменов Самому быть абсолютно спокойным В общем-то, я себя к этому приучил Остальное люди сделают, а не профессионалы Последний вопрос Я думаю, что, ну, все-таки, в душе Насколько медалей рассчитываешь, как тренер в Атланте? Я не считаю Дело в том, что я в этом плане суеверный Как сказать? Ну, я не хочу это У меня есть внутри себя там Скажем, я прекрасно представляю Кто сейчас из американок, из китайок Японки, австралийки, там, ФРГ и так далее Дело в том, что правильно когда-то Весеховский сказал, что Становится в финале 8 человек И как минимум 5, они абсолютно ровные Кто в этот момент будет не задолбан своим тренером, командой Условиями жизни, там, чем-то еще Кто-то выиграет То здесь только-только в этом Разница между финалистами А так они готовы все одинаково В таком случае от имени программы «Спортклуб» Мы надеемся, что все-таки Пусть удача улыбнется и тебе, и твоим подопечным в Атланте Спасибо, спасибо большое Спасибо 24 июня нашей главной олимпийской надежде в плавании Нине Живаневской исполнилось 19 лет В ее богатой коллекции наград уже есть бронзовая медаль Барселонской Олимпиады Не хватает только золотой Поздравили Нину прямо на бортике родного плавательного бассейна Все правильно? Поздравляю тебя Спасибо С днем рождения Спасибо 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 Лучше поставить Не упадет Не упал Как настроение перед Олимпиадой? Настроение хорошее Все в надежде на лучшее А самочувствие? Ничего, хорошее Ну что, будем с оптимизмом смотреть в будущее? Конечно, обязательно Без этого никак Что бы ты пожелала всем любителям спорта в Самаре, которые будут за тебя болеть? Я думаю, что терпение при просмотре заплыв и опять же надежда на лучшее Спасибо Успехов тебе на Олимпиаде Спасибо вам Спасибо Мы продолжаем знакомить вас с Олимпийцами 96 Кроме пловцов, такой же многочисленный десант из Самары выставят в Атланте и велосипедисты Под первым номером идет Павел Танков Недавний победитель профессиональной велогонки Джиро де Италия Павел Танково Павел Танково Павел Танково Павел Танково Пять лет назад 22-летний воспитанник Самарского армейского велоцентра ушел в профессионалы И стал выступать за итальянский клуб города Бергамо Панария Сегодня за плечами Танково, кстати победителя мировых юношеских чемпионатов, 110 выигранных гонок среди любителей и профессионалов Долго и трудно шел он к своему признанию, через досадные поражения и серьезные травмы, но выдержал все и попал в Олимпийскую команду России Отлично Как вы себя чувствуете? Прекрасно Немножко пыли, но ничего, сейчас за городу выйду И там будет немножко посвежее? Думаю, что посвежее А сама трасса не осталась без изменений? Нет, не осталась, очень... довольно-таки неровная То есть профессионалам тяжело? Зато нам легче Ну, может быть, после таких трасс там кататься лучше? Ну, скажем... Ну, здесь особая трасса, потому что на протяжении пяти часов, например, по этим кочкам очень тяжело ехать Во-первых, спина отваливается Сколько ты проезжаешь обычно за одну тренировку примерно объем? Километраж? Ну, у меня в данный момент программа То есть трехдневный цикл Больше по времени Ну, смотрю скорость среднюю, конечно И в основном сейчас, Тир, я думаю, что после такой нелегкой гонки Джиро до Италии, ты сбросил нагрузки И в основном... У меня средний 120 км в день получается То есть, в принципе, ты сейчас съездишь в Новокубишевск и вернешься, вот твоя тренировка, или до Тольятти вернешься? Нет, сегодня чуть поменьше Я думаю, завтра, да, нужно пять часов То есть ты до Тольятти и обратно, вот как раз пять часов Да, где-то так получится Около того Может даже и больше Ну что, времени у нас мало Пора в путь в Атланту Да, нужно собираться В Нижний Новгород на гонку профессионалов, где разыгрывались последние путевки на Олимпиаду Победитель второго по значению в мировом велоспорте велотура Джиро до Италия Павел Танков не поехал Когда он вернулся домой из Италии, его ожидал приятный сюрприз Вы видите уникальные кадры Павел Танков пишет заявление, в котором просят Федерацию велоспорта России Включить его в Олимпийскую команду на поездку в Атланту без предварительного отбора Дело в том, что ему, занимающему пятое место в мировом рейтинге, место на Олимпиаде 96 Уже забронировано после Джиро до Италии Заодно Павел подарил в нашей программе и свою фотографию-плакат Кто знает, может быть это автограф будущего олимпийского чемпиона Атланты По крайней мере, нам этого хотелось бы А пока Танков продолжает подготовку к Атланте на самарских, как видите, дорогах Накануне Олимпиады победителя Джиро до Италия принял губернатор области Константин Титов Вообще, конечно, очень непривычно, губернатор вращает цветы, но за такие достижения в спорте, я думаю, это не большой грех, а большое счастье и победа большая в нашей области На память На память, да? Спасибо, Паша Я считаю, что такие достижения должны быть отмечены не только в ранге Самарской области, здравствуйте, дальше министр спорта Но и в ранге, наверное, должны быть Российской Федерации отмечены Я представляю, что такое крутить педали, несколько тысяч километров и выявить Нет, ну Джиро, это второй российский, по-моему, спортсмен, да, Паш Пирсон, да? Паш второй Второй российский, он по-русски плохо стал говорить Ну, а по-итальянски теперь, да? Ну, по-русски тоже могу Нет, ну вообще, интеллект человек определяет тем, что он должен уметь с отечественниками говорить на родном языке А в мире должен, конечно, два-три языка-то знать Ну, может, английский, французский, немецкий, китайский, японский И я, вот, понимаешь, я же понимаю, выдающиеся спортсмены, они редко задержатся на одном месте Но, может быть, вот тебе такая небольшая книжечка о нашем родном городе Самаре, очень красивом, вот, очень солнечном Вот, с автографом губернатора Не было красивых костюмов, кроссовок И профессионального спорта не было Пару телевизоров я точно выиграл Да, но мечта была все-таки попасть на Олимпийские игры Конечно Конечно была Ну, вот, я думаю, что спустя многие-многие годы, наконец-то вы попадете на Олимпиаду в Атланту Вы планируете там побывать? Да, в графике есть приглашение Олимпийского комитета за развитие спорта в Самарской области За успехи самарских спортсменов посетить Олимпийские игры в Атланте Губернатору области будет чем гордиться в Атланте Кроме Танкова, включен в Олимпийскую сборную без предварительного отбора И еще один победитель Джиро де Италия прошлого года Известный гонщик Евгений Берзин С нынешнего года выступающий за Самарский велоцентр Так что олимпийские претензии самарчан-гонщиков, как видите, высоки Так же, как, кстати, и угонщиц, где что ни имя, то мировая звезда велоспорта Светлана Самохвалова, Наталья Бубненкова, Гульнара Афат Кулина Ну, а самый многочисленный отряд олимпийцев, представляющий Самарскую область в Атланте Будет состоять из спортсменов ЦСКА ВВС Чисто в спортивном отношении, то я считаю, что за тот небольшой период, который мы прожили Очень большие шаги нами сделаны И первый результат, по сути дела, мы ждем от Олимпийских игр в США в Атланте Первое, хотя бы посмотреть на плоды своего труда Почему? Потому что, если мы знаем по истории, обычно Самарская область Она же, видите, после Олимпиады добивалась 5-6 медалей, разного достоинства добивалась Как вот получится на этой Олимпиаде, если 20 медалей будет К примеру, всех спортсменов, не обязательно ЦСКА ВВС, 16-го СКА, спортсмены-профсоюзники, динамцы, велосипедисты Если не все это добьются, но это уже будет Мы потом посмотрим, кто сколько принес Самарской области Ну вот, что бы Вы пожелали своим воспитанникам, членам ЦСКА ВВС там, на Олимпиаде в Атланте? Я бы пожелал, чтобы они прилетели в аэропорт или поездом приехали Как они пожелают, кому как удобнее Чтобы они вышли, мы их встретили И чтобы, ну не у каждого, но у многих из них была, светилась улыбка на лице О том, что он на родную землю едет с чувством удовлетворения за то, что он там сделал Что не зря он прожил, промучился Многие мучаются 4 года Не досыпал, может быть, не доедал Не досматривал фильмы, просто не отдыхал, как другие люди отдыхают А вот работал с постоянной мыслью о том, что надо, 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 надо И вот мы его встретили И он счастливым лицом увидел его На груди, допустим, медаль Или просто счастливая улыбка в том, что он превзошел самого себя там Хотя бы от этого он уже доволен был собой Ну и чтобы он эту улыбку отдал нам, как руководителям И понимал, что мы для него сделали все И чтобы он был доволен именно вот прожитым своим днем, своим годом, своих четырехлетием Для меня это важнее Ну а заканчиваем мы олимпийскую тему поздравлением Председателю комитета по физической культуре, спорту и туризму при администрации Самарской области И большому другу программу спортклуб Владимиру Заворину недавно исполнилось 50 лет Из них последние восемь Владимир Заворин возглавляет олимпийское движение в области Самарская область установила уже первый олимпийский рекорд Небывалое количество олимпийцев едет на Олимпиаду в Атланту С чем мы, собственно, и поздравляем Но я думаю, что это не окончательное еще количество Возможно, и еще появятся у нас олимпийцы Да, сейчас в Санкт-Петербурге 3-5 июля пройдет чемпионат России по легкой атлетике Мы очень надеемся на Пашу Галкина и на нашу высотницу Голодного Я думаю, что они посражаются за путевку на Олимпиаду Но уже сегодня 28 человек самарцев по 10 видам спорта готовы представлять нашу область на Олимпиаде Это небывалый, конечно, успех И я хочу поблагодарить всех, кто помог нам в этом Ну тогда очень коротко Кого можно считать претендентами на награды олимпийские? Ну это гимнастика Немов-Галиева Это бокс Саитов-Выборнов Это Косорукова-Писахович-Коновалов в гребле Это 8 наших пловцов Это 7 наших велосипедистов Я думаю, что Самара готова 10 медалей для Родины завоевать Это наш предварительный прогноз, но посмотрим Ну что способствовало появлению такого большого количества олимпийцев в Самаре? Я думаю, что составные успехы прежде всего поддержки администрации области Здесь нам помогает и Дума, и города Итальяти, и Жигулевск, и Самара Мэры этих городов, которые представляют олимпийцев Во-вторых, я думаю, что это вклад ЦСКА ВВССК-16 То, что у нас очень тесное содружество с армейцами Вот эти слагаемые успеха И то, что мы сохранили контингент тренеров Ну и во-вторых, обеспечили социальные вопросы То, что лучшие спортсмены сегодня остаются в Самаре Это очень важно Ну вот сегодня уже, если смотреть в Олимпийское завтра Какие резервы существуют у нас в области Чтобы количество олимпийцев стало еще более представительным В сборной Олимпийской команде страны? Я думаю, вы задали очень хороший вопрос Вот если посмотреть наш состав То сегодня в национальной команде Самара представляет 109 спортсменов Но 110 за ними стоит уже ближайший резерв У нас 4 школы высшего спортивного училища Олимпийского резерва Вот оно готовит резервы Это уже победители первенства Европы, мира и так далее То есть большая бригада спортсменов стоит за этими олимпийцами Я думаю, что при той поддержке, которую мы имеем сегодня в области Самара будет расти в спортивном отношении Мы сегодня уже, надо сказать честно, подперли Московскую область по результатам Если, значит, вот сейчас окончательные итоги опубликуют То вот при удачном стечении, имея 30 спортсменов Мы, конечно, вне конкуренции будем среди российских городов По представительству в Олимпийской сборной Вот тот большой отряд олимпийцев Не сдерживает ли дальнейший рот мастерства То обстоятельство, что, к сожалению, в Самаре Очень малое количество современных спортсооружений? Вы знаете, это только подталкивает Дело в том, что ЦСКА ВВС строит великолепную базу Строится спортивный комплекс в районе завода Масленникова Сдается, ну, наверное, в сентябре Великолепнейший спортивный комплекс под ключ в Новокубершевске Нет равных спортивному комплексу, сданному в Сызрани Трехзальный комплекс с бассейном, со всеми Идет строительство и на селе Ну, и возвращаясь к олимпийской теме Что бы Вы пожелали нашим спортсменам Которые поедут на Олимпийские игры в Атланту? Я, конечно, пожелал бы им удачного выступления Удачи, потому что в спорте удача очень важная На сегодня они готовы Дело в том, что выполнить норматив олимпийский Это очень трудно И, конечно, вот веха в жизни любого спортсмена Это олимпийские медали И поэтому мы очень, я думаю, все мы будем болеть за наших олимпийцев Страдать за них Ну и когда они приедут, мы их очень хорошо здесь почествуем Творческая бригада прощается с Вами И продолжает подготовку к олимпийским играм в Атланте А мы встречаемся с Вами, как обычно Через две недели Пока! Субтитры создавал DimaTorzok